Как улучшить зрение при катаракте? Это очень частый запрос, с которым приходят люди и на мой канал, и на другие каналы, смотрят другие видео на ютюбе. Давайте в этом видео разберемся, какие методы улучшения зрения при катаракте существуют, какие из них не работают и что делать, если возникла катаракта. Всем привет! С вами снова Алексей, и вы на канале о замене хрусталика глаза, неофтальмолог. Итак, друзья, что такое катаракта? Катаракта, как вы знаете, это помутнение нашей внутренней линзы глаза, вот этого самого хрусталика глаза, который находится за зрачком, и это возрастные изменения. Чаще всего это возраст, но иногда бывает травматическая катаракта, врожденная, но это редкие случаи, и в основном вот эти изменения возникают с возрастом. Хотя у некоторых людей катаракта может развиваться и в 20, и в 30 лет, и в 40, бывает по-разному. Подавляющее большинство пациентов это люди 65+, у которых риски возникновения катаракта увеличиваются с каждым годом. Как возникает катаракта? Катаракта возникает со временем, когда в структуре хрусталика изменяется структура белка, из которого состоит, собственно, хрусталик. Хрусталик у молодого человека прозрачный. С возрастом хрусталик начинает понемножку терять свою, скажем так, прозрачность, немножко желтеть. Со временем белок меняет свою форму, начинает мутнеть, и бывают разные типы катаракты. Иногда катаракты развиваются из центра хрусталика, иногда катаракты развиваются с периферии хрусталика, или вот по, скажем так, внешней стороне хрусталика. Это не имеет значения. Это приводит к помутнению и ухудшению качества вашего зрения и качества жизни. Потому что хрусталик становится непрозрачный, свет плохо попадает через хрусталик к сетчатке, и начинаются проблемы и с ночным зрением, начинаются проблемы, в том числе, с засыпанием, начинаются проблемы с безопасностью перемещения в пространстве, потому что можно что-то не увидеть, упасть и, по крайней мере, сильно удариться, а в худшем случае еще и сломать какую-то конечность. Как с этим можно справиться? На самом деле есть идея о том, что катаракты – это как бы помутнение хрусталика из-за нарушения питания. На самом деле эта идея не из доказательной медицины, это то, что можно прочитать в интернете, и даже у меня на канале люди пишут, что это нарушение питания, нужно гонять кровь вокруг хрусталика и так далее. Друзья, ну, к сожалению, гонять кровь вокруг хрусталика точно не получится, какими-то упражнениями или еще чем-то, потому что к хрусталику не подходят кровеносные сосуды. Кровеносные сосуды у нас есть только в наружной оболочке глаза и на сетчатке, а хрусталик, он подвешен, скажем так, в водянистой влаге передней камеры глаза, и вот эти обменные процессы питания хрусталика, они точно не связаны с кровью напрямую. Поэтому этот вопрос мы можем отложить в сторону, эта штука не работает. Дальше. Есть какие-то разнообразные капли, причем есть теория про какие-то медовые капли, капли каких-то там людей на разных каналах, даже не буду называть, чтобы вы не тратили время. Есть очень много каких-то сайтов, которые продают чудодейственные капли, которые стоят 5 копеек и лечат катаракту. На самом деле, друзья, это просто потерянные деньги, там, катахром, какой-то там еще стоп катаракта, там, все что угодно. Не существует, к сожалению, капель, которые реально лечат катаракту, потому что если бы эти капли существовали, о них бы знали все. А так, когда это продается как некое сакральное знание, как какая-то сенсация, ну, подумайте сами, вас разводят на деньги или это действительно что-то ценное? Ну, чаще всего, если вы подумаете, вы понимаете, что это развод на деньги и это не работает. Идем дальше. Народные методы. Ну, мне один знакомый офтальмолог показывал, кстати, народный метод при помощи дождевых червей, это какая-то и очень интересная история, при помощи закапывания меда, еще чего-то и так далее. Друзья, во-первых, дождевые черви это очень негигиенично, и вы можете просто банально занести инфекцию в глаз. Что касается закапывания каких-то настоек меда, какого-то спирта или еще чего-то в глаз, это в первую очередь может повредить роговицу, конъюнктивы, вызвать воспаление, воспалительные процессы и безвозвратно повредить роговицу. Поэтому эти штуки тоже использовать крайне не рекомендую, равно как и какие-то непонятные чудодейственные капли. То есть, если вы купите каплю, вы просто потеряете деньги, а если будете использовать вот эти какие-то непонятные настойки, какие-то самодельные капли, вы можете потерять зрение, испортив роговицу. Почему вся эта история не работает? Потому что, во-первых, хрусталик напрямую не сообщается с кровеносными сосудами. Второе, всасывание каких-то вот этих наружных средств через роговицу или через склеру в глаз абсолютно минимальное, потому что глаз содержит в себе специфические защитные барьеры для того, чтобы внутрь глаза не проникали инфекции, какие-то чужеродные вещества. Именно поэтому, чтобы что-то попало внутрь глаза, делаются специальные инъекции под наблюдением врача. Но вот эти какие-то самодельные капли снаружи, это точно не работает. Идем дальше. Какие-то специальные очки от катаракты, какое-то облучение какими-то специфическими лампами. Где-то мне писали в комментариях, есть какая-то лампа волшебная, не помню, как называется даже. Что здесь можно сказать? Друзья, это изменение структуры белка, это по сути примерно тот же процесс, который случается при варке яиц. Так называемая денатурация белка. То есть белок просто меняет свою структуру, и вернуть его обратно невозможно. Вы можете сварить яйцо, а потом сделать его жидким обратно. Вот то же самое с хрусталиком. Эта штука, к сожалению, не работает. Что еще можно сделать, чтобы восстановить зрение? Ну, иногда на ранних этапах вам могут помочь очки. Вы начинаете плохо видеть, особенно, возможно, вдаль или вблизи, вы пытаетесь надевать очки, но это временное явление, и оно вам не поможет, потому что вы просто немножко меняете оптическую структуру глаз, для того, чтобы как будто бы где-то лучше видеть. Но основную причину и проблему это не устраняет. А проблема в том, что ваша линза просто стала непрозрачной, и она просто плохо пропускает свет. И вот именно в этом месте мы приходим к тому, что единственным работающим методом на сегодня улучшение зрения при катаракте является хирургическая операция. А хирургическая операция, на самом деле, на глазах, вот операция по замене хрусталика глаза, на сегодня это самая безопасная хирургическая процедура в мире, которая выполняется амбулаторно, то есть вам не нужно ложиться в больницу, делать какие-то большие надрезы, накладывать швы и так далее, и так далее. Это делается быстро, безболезненно, и самое важное, это правильно подобрать тип хрусталика. Вам нужно поговорить с врачом, выбрать тип хрусталика, и понять, какой тип хрусталика, каким образом восстановит ваше зрение. Все, больше ничего выдумывать не нужно. А если вы боитесь операции, ну лучше, не знаю, поговорите с кем-то, кто уже прошел эту операцию. Не бойтесь каких-то негативных отзывов, потому что осложнение и проблемы с операциями бывает крайне редко, а подавляющее большинство операций это безопасно, легко, безболезненно и гораздо быстрее, чем вы могли бы подумать. У меня на канале есть видео о том, как лечится катаракта, посмотрите, ссылочка в этом углу будет и в описании. Я там рассказываю подробно, как это работает, лазерные методы ультразвуковые. Но самое важное, что вы должны понять, улучшить зрение при катаракте можно только заменив хрусталик глазом. Все, других методов нет. А если же вы где-то слышали историю, что кто-то пришел к врачу, ему сказали, что у него катаракт, а потом человек поделал какие-то волшебные истории, какие-то действия, потом пришел к другому врачу, врач сказал, что у него катаракты нет, это может быть связано с банальной врачебной ошибкой. Потому что начальную катаракту можно, ну как бы, это такой очень дискуссионный вопрос, что считать начальной катарактой, видит врач помутнение, не видит, как он это видит, потому что это чисто визуальный осмотр. Кто-то может замечать какие-то детали, кто-то нет, это первое. Второе. Иногда начальную катаракту могут просто поставить для того, чтобы прооперировать пациента, да, это ничего личного, просто бизнес. И пациент пугается, начинает искать какие-то народные методы, чего-то делает, это, естественно, ничего не меняет, Но потом пациент приходит в какое-то другое место Ему говорят, так у вас нет катаракты Пациент говорит, есть, вылечился Но это не так И даже если пациент приходит к тому же врачу Что-то могло поменяться Врач по-другому это видит Посмотрел под другим углом Банально поменял какой-то микроскоп Под которым он смотрел ваши глаза То есть все что угодно Но еще раз катаракта сама по себе не проходит Народными и какими-то отличными От хирургического вмешательства От операции на глазах средствами не лечится Поэтому самое лучшее, что вы можете сделать с катарактой Которая мешает вам жить Это прооперироваться Выбрать правильный хрусталик глаза И радоваться жизни